В палате, где лежат новоиспеченная мамочка и ее малыш, небольшой ликбез для будущих акушеров. После родов, конечно, состояние женщины первое время может быть радостное. Ну а затем женщина переживает, как она будет справляться с ребеночком. Поэтому акушерка должна наладить, объяснить, что ничего страшного, что все это пройдет и все наладится. Объяснить, успокоить, помочь – основные задачи акушерки. На первый взгляд, ничего сложного, но успех родов, сложнейшего физиологического процесса, наполовину зависит от помощницы. Так добросовестные даже дышат вместе с будущими мамами во время их схваток. А роженицам, которым предстоит операция, помогают на нее правильно настроиться. Должен быть контакт с женщиной глаза в глаза. Когда ты с ней разговариваешь и смотришь ей в глаза, и она смотрит в твои глаза, и тогда происходит взаимосвязь. Операционная, разрез и извлечение ребенка. Первые секунды жизни – очень ответственный момент, когда акушерке нужно обработать новорожденного правильно и максимально быстро. Конечно, бывают ситуации, когда ребенок в тяжелом состоянии. Нужно обязательно скорее его доносить, чтобы неонатолог, реаниматолог быстрее могли провести манипуляции, реанимацию. Это занимает считанные секунды, 2-3 секунды. Стресса хватает и во время операций, и во время естественных родов. В перинатальном признаются, что не все выдерживают психологическую нагрузку и из профессии все же уходят. Но те, кто остаются, по-настоящему преданы своему делу. Считают его одним из самых сокровенных и благодарных. Ведь за усилиями всегда счастливое событие – рождение новой жизни. Смотрите, мамочка. Мальчик, 3 килограмма 51 сантиметр. Можно поцеловать. Елена Макаренко, Вадим Быстревский. День с толком.